Расскажу свою историю, как жила до проекта, для чего и зачем пришла и чего добилась в проекте. Зовут меня Кома Юлия, мне на данный момент 29 лет, и я являюсь директором компании. Родилась я в небольшом городе Бузулук, это Оренбургская область, Урал. Но так как мой папа был родом из Сибири, Новосибирская область, то почти сразу после рождения мы переехали жить к папе на родину. Там, в принципе, и прошло мое детство и юность. Но так сложилась судьба, что совсем рано мой папа ушел из жизни. Ему был на тот момент 33 года, и мама у меня детишка молодительная, осталась на руках. Мне было тогда 10 лет, а сестренке младше 4 годика. Ну, можете представить, как было сложно маме находиться вдалеке от своих родных и близких. Ездили мы к бабушке и девушке только раз в год во время отпуска мамы. Но, конечно, это было очень сложно. Благо, материальную базу нам отец при жизни успел обеспечить. Был у нас и большой свой дом, машина, и плюс небольшой бизнес. Но все-таки, вот говорю, вот это вот все время угнетало, что так далеко, постоянные вот эти вот встречи и слезы расставания. И вот в 2001 году мы решились на переезд. Вернулись, как говорится, на родину, в этот же самый город Позелук, где я сейчас и проживаю. Город небольшое население, около 85 тысяч человек. Но город, так скажем, среднего доставка, небедный и богатый. Процветает нефтяная промышленность. И поэтому, кто в этой сфере работает, тот хорошо зарабатывает. На момент переезда я уже закончила 9 классов. И поэтому встал вопрос о том, либо мне идти в 10-11 класс в школу, либо уже куда-то в среднеспециальное заведение вступать. И мы сделали выбор в пользу Позелукского финансо-экономического колледжа. Хорошо, что у нас в городе много таких учебных и среднеспециальных, и высших. То есть никуда ехать не нужно, все в городе. Отступилась я в колледже 3 года. После сразу незамедлительно поступила в институт. Это был московский экономико-стратистический на дистанционное обучение. И такое вот обучение дистанционное, оно позволяет совмещать еще работу с учебой. И я, конечно же, чтобы не сидеть больше на шее у матери, пошла параллельно работать. Тем более, что нужно было платить за обучение в институте. Устроилась я не по профессии. Молодых специалистов не везде берут, и мало где берут. Все, конечно, молодые, но при этом опытные, уже со взрослыми детьми. Вот, ну, устроилась я на тот момент в игровой компьютерный клуб. Тогда они были очень популярны. Молодежь и ребятишки всегда ходили играть. Ну, не у всех дома был компьютер, не все могли себе это позволить. Вот, а здесь играли по сети. В общем, было интересно и мне с ними общаться, и им играть. Проработала я здесь примерно год. Потом меня пригласили в другой клуб, уже более на высокую оплату. Потом был третий клуб, но вот нигде не было официального отделя, они каких-то налогов за меня не платили. И трудовой книжки, конечно же, не заводили. И вот, когда работала в третьем клубе, в один прекрасный момент хозяйка сдает этот клуб в аренду под игровые, игровое заведение, игровые автоматы. Ну, вот, по ее рекомендации меня приняли в это игровое заведение администратором, и там я еще проработала года полтора, но при этом опять же без официального трудоустройства, что, конечно же, меня всегда беспокоило. Вот, и в один прекрасный момент я задумалась о том, что, как бы, хватит работать, не знаю, кем, да, и, как бы, для этого училась, и начала и подыскивать себе работу уже по, ну, хотя бы приближенно к моей профессии. И вот мне подвернулась такая возможность устроиться бухгалтером в рекламное, небольшое рекламное агентство посовместить, то есть я могла совмещать и работу в игровых, там платили побольше, и набираться опыта в бухгалтерии. Было, конечно, тяжело в этот период, потому что работала сутками, суток бежала в бухгалтерию, работала там, вот, но, конечно же, тяжело, и вот устал, все-таки я решила искать уже стабильную работу по профессии, опыта, как бы, немножко набралась. И вот по рекомендациям я устроилась в крупную торговую организацию бухгалтером. Была крупная бухгалтерия, и я устроилась туда редактором. Работа очень нравилась, нравилось отношение начальства, зарплата нравилась, устроилась, вернее, уволилась я со всех своих остальных работ, но была большая часть зарплаты, опять же, была в коммерции. То есть официально меня устроили, но всю зарплату, со всей зарплаты налоги не платили. Ну, вот, решила на этом остановиться, дальше никуда не митаться, не искать, и вот в этой организации я и проработала декретом. Собственно, из этой организации ушла в декрет. Так, про семью хочу рассказать. В семье, наверное, как и на работе, с работой у меня тоже были долгие поиски, попытки, опыт удачный, неудачный. И вот в 2010 году я познакомилась с моим будущим супругом, и в 2011 году у нас родилась дочка София. В декрет я ушла позже положенного, работала до 8 месяцев беременности, так как нужно передать свои дела, обучить того, кто пришел на мое место, и меня держали, можно сказать, до последнего. Вот, в декрет я уходила с твердой уверенностью, что после декрета незамедлительно выйду туда же на работу, причем рассчитывала сидеть максимум до полутора лет. Ну, все в жизни меняется, иногда для нас очень даже неожиданно. В декрете много свободного времени, и хотелось всегда побольше его использовать как-то полезно. Я вязала ребенку пинеточки, там на голову повязочки разные. Вот, потом любила очень разводить комнатные цветы, мужа чем-нибудь побаловать вкусненьким. Ну и, конечно же, оставалось время на интернет. В игрушке я никогда не стала, это были сайты-одноклассники, ленты новостей, переписка с друзьями, рецепты, что-то там про цветы смотрела. Вот, можно сказать, убивала время как могла. Еще хочу, как бы, предисловие, знакомство, мое знакомство с компанией Ariflame. Познакомилась с этой компанией я достаточно давно, еще когда училась в колледже. Многие девчонки занимались продажами по каталогу, Avon, Ariflame. Вот, ну, как бы, я периодически что-то брала, но на тот момент эта косметика была для меня дороговато. И вот, однажды меня знакомая пригласила к себе в гости на чай, и там была уже женщина, солидная представительная, и вот мне начали рассказывать, какой замечательный Ariflame, и какой можно строить бизнес. Говорили очень красиво, выбор мне не дали, пришлось зарегистрироваться. Ну, продавать я как не умела, так и не умею. Вот, предложила каталог своим родным, подружкам, кто там что-то заказал, там, тушь, помаду, ну, чего по мелочи. И придя на СПО, заплати еще за доставку, заплати 3%, и ты остаешься в минусах. Прибыли никакой. Поэтому, как бы, на этом мое знакомство на тот момент Ariflame закончилось. Вот. Позже я уже приобретала продукцию у своих знакомых консультантов, естественно, без скидок, без подарков. Ну, врала, потому что она мне нравилась. Так. Ну, вот, будучи уже в декрете, я задумалась о том, что зачем я буду кому-то переплачивать, когда я могу сама, тем более я уже знала, что можно в интернете оформить заказы где-то, получить его. Вот. И я начала искать, вернее, спрашивать знакомых консультантов, как мне зарегистрироваться. Первая, это была моя соседка. Она на тот момент активно занималась продажами в Ariflame. Я попросила ее зарегистрировать меня, на что она мне сказала, что необходимо сделать заказ на 1000 рублей, и тогда регистрация будет бесплатна. Но мне сказала о том, что можно заплатить регистрацию 150 рублей, да, и при этом ничего не заказывать именно при регистрации. Ну, как сейчас думаю, слава богу, что она мне об этом не сказала. Вот, потом еще были знакомые, в общем, пыталась я, пыталась, так мне либо не перезванивали больше, почему-то никто не хотел регистрировать. Как сейчас думаю, просто как бы работают на продажах, их вот заработок это именно вот 23% на тот момент, а какие-то регистрации им, ну, не так важны. Так. Примерно в то же время я вот тут, сидя в интернете, в одноклассниках наткнулась на группу работы для мамочек. В этой группе было много всяких предложений работы. Мне, конечно, с трудом верилось, что такое возможно, но я решила рискнуть. Первая моя интернет-работа, это была работа на сайтах-опросниках. Кто-нибудь сталкивался с такими, попадался на такой лохотрон? Ну, я попробовала неделю-полторы где-то я усердно, да, много нас таких, да, вот, неделю или полторы я с таким, я не знаю, замиранием сердца просматривала эти ролики, подсчитывала, там счетчики были, сколько там в день заработал, и якобы по окончании месяца должны были выплатить ценную сумму. Ну, вот я, поработав неделю, просмотрев ролики, я заметила, что они почему-то повторяются. Ну, как это так, оценивать одно и то же два раза. Притом пробовала уже и другие варианты поставить. Потом все-таки я решила забить и в поиске отзывы об этих сайтах. Ну, естественно, отзывы были одни отрицательные, никто на них не заработал. Ну, разочарованию моему не было предела, кроме того, муж у меня, можно, мягко так сказать, по шапке, да, вот, куда ты лезешь, в общем, такая работа в интернете. Ну, вот, в общем, я на этом успокоилась. Продолжила дальше рассматривать все эти наклассники. Но все-таки периодически мне хотелось заглянуть в эту группу. Было очень интересно, что же там еще, неужели, вот, мне все-таки осталась какая-то надежда, неужели вот все сидят и вот всех дурят, и все продолжают верить и работают. И вот я наткнулась на предложение такое, прав, по-моему, прав бизнес. Это топливный бизнес, причем предлагала женщина, женщина мне показала, довольно-таки приятная. Вот, до полночи она мне объяснила, что и так мне надо делать. Я, конечно же, загорелась желанием, вот, ну, было там условие, что для вступления в проект необходимо стартер, по-моему, программы приобрести, которая стоила полторы тысячи. Ну, все равно я готова была эти полторы выложить, как она мне это все красиво рассказала. И вот я до утра не спала, ждала, когда муж проснется, за хлебом начала ему рассказывать про этот заработок. Конечно, он моего эбиджазма не поддержал, сказал опять, куда ты лезешь, если хочешь, как бы, плати, но это будет против моей воли. Ну, и опять же, я на этом и села. Написала я, извините, так и так, но я не буду. Вот. После уже, опять же, в этой группе, да, нашла объявление теперешнюю моего спонсора Вероники Рябовой. Она писала, и чем меня привлекло именно ее сообщение, потому что было множество, я еще раз повторю, различных объявлений, но вот ее привлекло мне, во-первых, фотография была привлекательная, во-вторых, она не сухое какое-то предложение бизнеса, там, работа по часам, какой-то доход, а она писала о себе, то, что она такая же мамочка. Мамочка в декрете, что у нее сыночек, что вот тоже пробует работать, и какой-то заработок она уже имеет. И, в общем, я с ней связалась, тем более, что я и без того хотела зарегистрироваться на скидку. Ну, и решила попробовать. Отправила Веронике свои данные, на тот момент у нас не было таких помощников, как сайты, блоги. Данные отправляли лично спонсору, я, конечно, побаилась, но все-таки написала, вот, и она меня зарегистрировала. После регистрации она мне прислала около 10 писем, подписала на рассылки, тоже приходила куча писем, в общем, куча информации, сложно было уловить в суд, не знаю, когда бы я это все перечитала, и поэтому я хотела писать ей, чтобы она мне конкретно по действиям расписала, что мне нужно делать, с чего начать. Вот. Она мне написала, я сразу же зарегистрировала две странички. Вот. И, ну, на тот момент двух-трех страниц было вполне достаточно. Приглашать получалось больше намного, чем сейчас, у них не такие суровые были. И я активно принялась за работу. Здесь на таблице роста видно, что вот я пришла в проект в сентябре, в двенадцатом каталоге. Личные баллы начала делать сразу. В первом каталоге у меня, по-моему, не было никого, соответственно, и групповых баллов были только мои. В следующем каталоге уже появились, так скажем, покупатели активных, у меня еще партнеров не нашлось. И вот в третьем уже я нашла своего первого активного партнера. Это была девушка из Белоруссии, первая моя, кстати, международная регистрация, Евгения. Ну, так как это была осень, особого застояния не было, и вот средненький рост был. В семнадцатом каталоге я вышла на девять процентов. В первом немножечко просела, немного не хватило баллов, и сама, самой не получила сделать так, как там новогодние праздники. Второй снова девять, и вот в третьем я уже вышла на уровень менеджера двенадцать процентов. Вот, на тот момент у меня уже было достаточное количество надежных партнеров в группе, группа активно регистрировала. Ну, вот как-то активный рост на это мой остановитель уже зависла на уровне двенадцати процентов на долгие девять каталогов. И вот хочу немножечко рассказать, как я теперь вижу. Табличка продолжится на следующем слайде. Я просто хочу сейчас свои ошибки подытожить. Во-первых, неуверенность в себе и возможности дальнейшего роста. Я считаю, что это была основной моей ошибкой. Я хоть и работала активно, не прекращая, вот, и сомневалась, не сомневалась, но при этом каждый день стабильно отработала положенное время. Вот, ну, вот, как-то, говорю, постоянно в моей голове крутились вот эти сомнения, что все дальше, рост или так, или вообще упаду. И помимо этого, со стороны родственников не было поддержки. Муж даже говорил, что, в общем, я трачу время впустую, тем более был это летний период, огороды и все такое. Вот, ну, все-таки я надеялась, в глубине души я надеялась. Еще одна ошибка. Очень часто делаю работу за своих новичков. Вот это тоже серьезная ошибка. И новички, вот, вам рекомендации, никогда не старайтесь сделать работу за ваших новичков. Я регистрировала почту и создавала странички. И оформляла заказы за новичков, вплоть до того, что там тон губной помады и тональная основа подбирали. В общем, делала ненужную работу, при этом же отдача была ноль, а времен потраченного уйма. Вот, поэтому тоже грубейшая ошибка, которую не стоит допускать. Еще ошибочка. Редко посещала вебинары. Так как на тот момент я могла работать только в то время, когда ребенок спит, это днем 2 часа, и вечером, когда 3-4 часа. Вот, то как бы старалась как можно больше времени посвятить рекрутированию, общению с группой, и как-то на вебинары особо внимания не обращала. Вот, и еще один минус мой, это не проводила планерки. Планерки, особенно сейчас, активно используют более ранних уровней. Это помогать сплотить команду, как бы более тесно работать, поэтому вот берите на вооружение и не совершайте таких ошибок. Так, продолжение моей таблицы роста. Вот, 12% 9 каталогов у меня было. И причем вот личные баллы, теперь даже не скажу, какой причине я такое долгое время не делала, потеряла столько объемной скидки. Вот, ну вот, начала делать только, когда мой уровень уже приближался к 15%. Сделала я личные баллы, начала натапливаться объемная скидочка. Тем временем, конец лета, начало осени, начался активный рост, 15%, затем 18%, потом немножечко просела на 15% снова, затем 18%, и вот в 16-м каталоге я уже вышла на 22%. Уровень старшего менеджера, ура, 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 радовалась, прыгала, скакала. Еще больше мне радовалось то, что я этот уровень удерживала, и как бы не 7500 гонок, а намного больше. И вот во втором каталоге 14-го года у меня уже появился свой старший менеджер в структуре, веточка отделилась, и вот в графе групповой объем продаж, здесь вот я помечаю одна ветка, и плюс баллы моей персональной группы. Вот, так как я продержала 6 каталогов подряд на этом уровне, то в четвертом каталоге 2014-го года я закрыла звание экспресс-директора. В то же время я открыла индивидуальное предпринимательство, и получила свой накопленный доход, плюс премию за звание директора. Так, немножечко подытожу. Зарегистрировалась я в проект в сентябре 2012-го года, получила две премии по энергии роста. Так, уровень 15 и 22 процента. За 12 я не получила так, как не делала еще личные баллы, а за 18 там большой звук. Есть, девочки? У кого-то звук пропал. Есть, да, хорошо. Вот, в 16-м каталоге я открыла звание старшего менеджера, то есть за год и три месяца я вышла на это звание, и в 4-м каталоге, получается, за полтора года я закрыла звание директора. В апреле открыла предпринимательство и получила накопленную объемную скидку, включая премию 1000 долларов 168 тысяч. Думаю, неплохая сумма для мамочки в декрете, при том, что до конца декретного отпуска еще много времени, еще заработаем, и не только такую сумму. Вот, средняя дохода. Ну, это как бы не столько средняя, вернее, наверное, больше минимальный доход – это 30, без учета премий 30 тысяч рублей в месяц. В структуре на данный момент у меня более 2000 консультантов, два менеджера по 22%, один менеджер 18%, два менеджера 15% и пять менеджеров 12%. Так, вот это вот скрин моего расчетного счета. Здесь вот плохо видно, но сумма 203 тысячи – это на данный момент. Последняя выплата была 5 июня. Сумма вот здесь вот стоит 15 и 19. Почему она меньше? Может, еще части, вот, например, для 15, треть этой суммы перечислили на объемную скидку. И вот где 19, там тоже часть пошла на объемную скидку, и, ну, большую часть перечисляет на расчетный счет. Так, идем дальше. Мои рекомендации по работе с новичками. Что для меня важно, это постараться наладить дружеские отношения с новичками. Всегда после регистрации стараюсь предлагаю перейти на «ты». Ну, там, я гляжу уже по обстановке, если там человек намного старше меня, то, соответственно, как бы неуместно будет «ты». Если там ровесник помладше, чуть постарше, то всегда предлагаю перейти на «ты». Вот, более, как бы уже такое непринужденное отношение, общение становится, ну, и более дружеские. Еще, что важно, да, познакомить всю активную цепочку с новичком. Зарегистрировали вы новичка в свою спонсорскую веточку, и можно создать чат в одноклассниках, вконтакте, или на почту отправить письмо, все вот эти почки, под кого зарегистрировали, о том, что у вас появился в структуре новичок, вот, познакомьтесь с ним, предложите ему свою помощь. Это стимулирует, как бы, тех, под кого регистрируете, и будет уже помощь вам. Не вы один будете с новичком работать, а, как бы, другие активные ваши люди будут ему помогать. После регистрации не стоит давить на новичка, дайте ему информацию, дайте время, пусть ознакомится, почитает, а потом уже, как бы, можно продолжать общение. Если, бывает же, конечно, что новичок, если зарегистрироваться, рвется в бой, быстрее все узнать, быстрее начать, таким, конечно, удобный подход, вот, но в основном, вот, как делаю я, регистрирую, отправляю информацию, говорю, что нужно сделать, и пару дней оставляю человек в покое. Вспоминая себя новичком, вот, я работала с новичками, бедные мои новички, не успев зарегистрировать, начинала заваливать информацию, писать, 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 мне казалось, что вот, если зарегистрируешь, то все должны быть такие, сразу начинать работать, но, увы, ах, не все такие, кому-то вам нужно время, кто-то там месяц изучает информацию, а потом активно берется за работу, кто-то сразу. Поэтому, как бы, смотрите по ситуации, но лучше вот не давиться новичка, общаться с новичками своей структуры, тех, кого уже привели ваши активные люди. Бывает такое, что вот зарегистрировал новичка, сам прохождение работает, и новичок оказался активный, ищет туда ему, кому приют, за кто бы ему помог, много таких потеряшек встречается, вот, чтобы такого не было, знакомьтесь и сами, и, опять же, теплошку, знакомьтесь с этим новичком. Советы по быстрому росту. Один из самых главных советов, это ставить цели. Цель должна быть у каждого из нас. Без цели движения демирает, и мы не знаем, что и для чего мы делаем. Поэтому, новички, если у вас еще нет цели, то обязательно займитесь этим вопросом. Второй советую, пользуйтесь продукцией сами, тогда и ваши люди будут делать то же самое. Встречайте таких, что хотят строить карьеру, но при этом пишут, у меня аллергия на продукцию, или мне не подходит. Ну, я считаю, это просто отговорками. Ворифлэйм большой, огромный ассортимент, и всегда можно найти что-то на свой вкус, тем более, все мы моемся, зубы чистим, и так далее, и так далее. Поэтому, как бы, и по деньгам, да, как бы, по бюджету, можно найти на любой бюджет продукцию. Поэтому не пренебрегайте этим условием, и обязательно по необходимости приобретайте продукцию. Проще относитесь к отказам. Отказывайте всем, и намного чаще, чем соглашается. Старайтесь просто легче воспринимать эти отказы, не реагировать на грубость, и не отвечать тем же. Лучше поставьте смайлик, улыбочку, пожелайте всего доброго, и, как бы, идите дальше. У меня был такой случай, что мужчина поинтересовался сам работой, когда я ему написала свое предложение, он мне написал, не занимайся ерундой, иди работай на ткатском станке. Ну, понимаете, да, вот этот вот уровень, то есть человеку не объяснить, что сейчас, в 21 веке, ткатский станок это уже не так актуально, как это было, например, там, 20 век, вот. Поэтому лучше не связываться, говорю, как-то в сторонке, пусть и сами продолжайте, остается при сомнении. Так, следующий совет, не давать возможности тем, кто не верит в вас или в реальность заработка, заставить вас отказаться от вашей цели. Всегда найдут, найдут, скажем так, доброжелатели в кавычках, которые будут говорить, что ввязался в лохотрон, или ничего здесь не заработаешь, в Арифлэм уже все, или тут... Ну, в общем, все в таком роде пессимистичном. Никогда не... У вас есть своя цель, есть своя голова на плечах. Вы думайте только о вашем благополучии, о благополучии вашей семьи. Так, следующий совет, это обязательно... Как, собственно, можем бороться? Ну, бороться не стоит. Вот я, к примеру, когда начинала, тоже у нас были и слезы, и скандалы, я ему просто сказала, что у каждого человека должно быть личное время, которое он может потратить на себя, на свои увлечения, будь то там цветочки, или тортики, или работа в интернете. Вот я сказала, что это будет мое хобби, и в свободное время, пока ребенок спит, я буду заниматься, и все, вопрос отпал. Периодически, конечно, там были какие-то укрытия в начале, но как бы вот в нейтральную позицию прижимался. Так, обучайтесь. Тоже, вот как я уже сказала, моя ошибка была, не посещала вебинары. На вебинарах всегда дают очень много новой информации, каждый лидер видит одни и те же вещи по-своему, да, вот и каждый преподносит по-своему, поэтому старайтесь посещать все вебинары, если не получается, просматривайте записи, читайте все, что приходит вам на почту, в центре событий, знайте все, что происходит. Еще очень важно планировать свой день. Время у нас у всех одинаково, да, и вот поэтому нужно уметь распорядиться им правильно. Составляйте план, используйте время как можно эффективнее. Как вариант, вот мы с девочками создали группу для самоконтроля, в этой группе мы введем, вернее, вставляем план в одной теме на следующий день и вот когда по окончании дня мы уже составляем отчет о проделах на работе, сколько отработали, сколько пригласили, сколько было регистрации, и тем самым, на мой взгляд, убиваем сразу двух зайцев. Это и регулируем свой рабочий график и стимулируемся от в том, в виде результатов других. Поэтому вот если кому интересно, можете тоже ввести, взять на вооружение. Так, и еще один совет это верьте в себя, любите свое дело и будьте настойчивы. И у вас обязательно все получится. Группа называется группа для самоконтроля. Ну это закрытая у меня группа, здесь вот только мои девочки, не все правда, кто только заявил желание, кому это помогает. Вот, здесь вот мы с ними как бы ведем учет. Так, как мне удается вмещать работу и семью и мой распорядок дня? Ну как я уже сказала, поначалу было сложно, потому что муж протянился, но все-таки я работала днем, пока ребенок спит, и вечером, когда у клят была. Итого у меня получалось работать 4-6 часов в день. Когда получалась возможность работать больше, то, конечно же, и больше. Праздников как таковых у меня не было. Помню, на Новый год 31-го после обеда не работала и первого обеда. Остальные все дни, хоть на часок, на два забегу, посмотрю, что там у меня где, Как говорится, этой работой надо болеть. Сейчас вот мой распорядок дня примерно вот такой. Почему примерно? потому что не получается всегда вот по этому графику. Муж работает когда на полный день, когда вахты, поэтому как бы стараюсь подстроиться под него, чтобы когда он на работе, у меня рабочее время, я работаю, параллельно занимаюсь домашними делами ребенком. А когда он приходит, уже время тратим на семью. в среднем работаю 8-10 часов, когда как получится. Идем дальше. Мой любимый метод рекрутирования. Работать я пробовала в интервью в сетях это Одноклассники, ВКонтакте, Мой Мир. Больше всего мне нравится работать в Одноклассниках. В остальных соцсетях сейчас странички для коллег, где я там знакомлюсь с коллегами. Но больше я работаю в Одноклассниках. У меня сейчас 20 страниц, что маловато, надо расширяться. Вот стандартными способами это приглашение. Еще нравится работать вирусным маркетингом, это статусы, праздники, вирусные открытки, опросы. Статус у меня обычно стоит закрепленный один, постоянно его он прокачан и под ним уже много плюсиков набралось. Периодически обнах пускай пускай полет сейчас я дальше скажу про вирусную открытку. Пускай полет такой же статус, просто не закрепляю его и все друзья видят мое предложение. Лучше всего статусы с картинками, они больше привлекают внимания, лучше работать. Праздники на всех страничках у меня обязательно стоит праздник, я его обновляю периодически. В празднике можно написать работаю в интернет, продаж без вложений. И если обновлять, то все ваши друзья будут видеть этот праздник два дня до праздника и два дня после праздника. То есть тоже своего рода продвижение бизнеса. Так, дальше. Вирусные открытки. Что здесь? Здесь могут быть и какие-то смешные прикольные открытки, картинки вернее. Так, могут быть и что-то какие-то мотивации. И вот внизу можно сделать подписку, небольшую информацию о проекте написать, дать возможность свою ссылочку на сайт и блог. И также пустить по ленте новостей. на сайт такие картинки легко очень. Походите по ленте новостей, их великое множество. Если еще вот хорошо, где там какие-то лебусы, головоломки, что-то нужно найти, или чем можно заинтересовать, что подпекает внимание, где больше поставить классов, то есть это все картинки можно использовать. У кого-то увидели, ставьте себе, подписывайтесь рекламу снизу и пускайте по ленте. вопросы тоже очень хороший способ. Если подобрать правильную тему, раскрутить ее хорошо, то наберешь несколько тысяч отвечающих и соответственно рекламу увидят тоже очень много людей. И кому интересно статус под опросом плюсики вопросики наставок. отмечать, сейчас стараюсь не отмечать, потому что было мне несколько страниц так заблокировано. Стараюсь своих страничек прокачать с других, опросы и картинки. Иногда девочкам в той же группе для самоконтроля есть группа для прокачки. Прокачиваем странички друг друга. В общем, вот так вот работаем. Еще у меня все фотографии мои подписаны. Когда человек заходит на страничку, первому лету он обращает внимание на вашу фотографию. Вот любопытство человека сразу появляется кто ты, что тебе нужно. И вот открыв фотографию, фото видит коротенькую рекламу, там можно также ссылочку дать дать свое на сайт блог. Тоже на мой взгляд хорошо работает. Что такое прокачка? Такую информацию девочки, если я так думаю, новички, скорее всего, эту информацию дают на школах, у всех сейчас есть школа новичка, сайты обучающие, там это все найдете. Прокачки, например, создали статус, вот, и чтобы создать эти толпы, другие участники проекта тоже заходят и интересоваться под вашим статусом. Так, подробную информацию я, как бы, по старинке передаю письмо, также пользуюсь сайтом Нинокопы, и здесь ссылочка на Ори Лидер, если там, к примеру, уже человек согласен на рестракцию, то могу ему просто ссылку отправить, кому-то там могу ссылку на файт в личку написать, ну, если уже, в том случае, если попросили подробную информацию, просто в первом сообщении сайта не рассылай никому. Так, идем дальше. Мои любимые пять продуктов. Девочки, с отчетом я не успеваю, если отвлекаться, это будет долго, поэтому, если будут вопросы, успеем, в конце вебинара я вам отвечу. Хорошо? Мои любимые пять продуктов. Продукты, как я уже сказала, пользуюсь давно и очень нравится. раньше, если я брала что-то там себе с более такой, ну, подешевле продукты, то сейчас могу уже позволить подороже. Звук есть? Есть, да? И вот, о чем давно мечтала и давно знала, это витамины wellness. Вот, и как только начала делать личные баллы, я сразу же заказала, или не оформила подписку на эти витамины. Очень классные витамины, берите регулярно, меньше стало уставать, нет такой сонливости, хотя сейчас вот, ну, намного меньше, чем раньше, если раньше это было 9-10 часов, то сейчас это максимум 6-7, при этом не говорю, никакой сонливости нету. И еще вот, что заметила, аритмия часто была, сейчас это как бы намного реже аритмия меня беспокоит. следующий продукт это крем биоклиник дневной лифтинг концентрат. Вот в комментариях на сайте к этому крема нашла много как бы негативных отзывов, у кого-то там скатывается или что-то болит, вернее не скатывается или запах не приятный, я никаких таких побочных не заметила, возможно, там неправильное очищение кожи, неправильное пользуется, мне он очень нравится, эффекты реально сразу чувствуются, кожа подтянутая, свежий вид. Дальше блеск для губ, для увеличения губ, тоже отличный блеск, немножечко дерговарный, но вот эффект классный, правда говорю, сначала попробовала бы, такой эффект небольшого покалывания, жжения, потом это все прошло и эффект заметен. Любимая водичка это Precious Moments, красные ненавязчивые запах, единственный минус это блестки, как бы больше подходит более такая вечерняя, но если пользуюсь, то дай так, чтобы незаметно было, под волосы пользуюсь почти постоянно. И вот крепящий лосьон для тела в Body Perfecto, тоже перепробовала много лосьонов кремом для тела, вот этот вот мне больше всего нравится. Так, идем дальше. Если говорить о мотивации, что меня мотивирует? Еще будучи новичком, по рекомендациям моего цера Вероники, я посмотрела выступление Эдуарда Васильева, это было его выступление на сцене, если кто-нибудь очень советую прослушать, просмотреть. сегодня понравилось его сравнение неудач в сетевом с первыми шагами малыша. Дословно не помню, но смысл в том, что когда ребенок только начинает ходить, учится передвигаться, этим же это тоже не так легко дает, падение, синяки, ушибы. И вот представьте, в такой вот момент мама скажет малышу «Хватит, малыш, бросай, это не свое». Смешно, наверное, было бы такое услышать, да? Вот. Почему тогда мы взрослые позволяем себе давать вот такую слабинку, опускаем руки, говорим, что это не мое, я не могу не поучиться. Учимся у своих детей настойчивости, целеустремленности. И вот тоже из его выступления Эдуард Васильев. Да, называется «Ставить мозги на место». Классно, посмотреть, правда, очень рекомендуем. И причем, вот говорю, когда была новичком, я вот это просмотрю, и до сих пор меня его вот эти высказывания мотивируют. И вот еще одна притча тоже из его выступления. Если не против, я вам сейчас зачитаю быстренько. Один многочестивый человек умер и попал в рай. В район он встретил Бога. Бог с улыбкой приветствовал его, но человек обратился к нему с улыбками. Я всю жизнь жил праведно. Я никого не обидел. Я трудился в поте лица и все равно остался бедным. Ты мне не дал ничего. У меня не было ни дома, ни жены, ни детей. Как же так? Бог поднул ему руку и повел в глубину лая. Смотри, сказал он, видишь, вон тот красивый дом. Этот дом я приготовил для тебя и он должен был стать твоим. Видишь, около дома стоит красивая женщина. Эта женщина славная и работящая должна была стать твоей женой. Видишь, около женщин играют дети. Они, по моему замыслу, должны были стать вашими детьми. А знаешь, почему? всего этого не было у тебя. Почему? с болью спросил праведный. Потому, ответил Бог, потому, что ты об этом даже не мечтал. Думаю, мораль понятна, да? Как мы редко мечтаем, если у нас есть мечты, то они более такие претензисти. Поэтому мечтайте. Пусть ваши мечты будут на данный момент для вас несбыточные казаться, но не забывайте мечтать. И вот мечты ваши начнут забываться. У меня уже две таких мечты сбылись. Это благодаря Пане в этом году посетила заграницу. И вторая моя мечта была банкет. Чуть позже скажу еще и о нем. Первая цель мечты на ближайшие три года. Первая основная это закрыть минимум три звания. Почему три? Потому, что у меня сейчас три активных веточки. и вот как бы цель на моих партнеров это вырасти до директора. Поэтому вот эти три ветки должны стать директорством. Следующая цель это построить большой дом. Мы живем в частном доме и в планах у нас строительство второго этажа. если мы раньше планировали после рождения второго ребенка получить материнский капитал ковленький капитальчик как реклама. То сейчас мы уже планируем на следующий год благодаря моему заработку начать страх не дожидаясь рождения второго ребенка и материнского капитала. Еще в моих планах это бизнес для мужа. Так как он в интернете полный он скажем так его это не интересует поэтому заставлять я не хочу и хочется чтобы ему было дело по душе что-то что-нибудь связанное с автомобилем. и следующая мечта и цель это путешествие два раза в год. Начало положено поэтому не будем останавливаться на достигнутом. так Этот год, как видите, моя мечта сбылась. Я стою на фотографии среди наших лидеров. В России банкет проходил в Москве, в гостином дворе. Было все на высшем уровне, классно. Новых фаней было 457. Всех поздравил, целовал Магнус Брэнстом. Вначале он сказал такую вещь. Не знаю, как вы, я ждал этого события целый год. Сегодня у меня поцелую 450 красивейших женщин. На самом деле он за вечер столько перецеловался, столько поздравил всех. Было очень-очень приятно. Еще, чтобы радовала, наконец-то увидел своего любимого спонсора, которому уже почти два года работаем бок о бок, знаем о друге, как лучшие подруги. Впервые мы встретились с ней уже. Целовались, наобнимались. Было все классно. Также познакомилась с нашими лидерами проекта. Наделали фотографии. Но вот чтобы прочувствовать именно эту атмосферу, нужно все-таки там побывать. Поэтому, девочки, на следующий год, кто еще как бы в начале пути, в середине пути, ставьте для себя цель, как минимум, попасть на банкет директоров. В заключении хочу выразить огромную благодарность нашей умничке Ане Черне, которая, можно сказать, перевернула жизнь многим людям, дала возможность многим из глубинки, где нет никакого выхода до замкнутых рук, работа безденежная, так далее, так далее. Она дала вот этот вот шанс изменить свою жизнь и жить так, как нам хочется. Огромное спасибо тебе, Ане, за это. Я думаю, все девочки и мальчики присоединяются. Также хочу большое спасибо сказать Ныночке Копу. Тоже очень большая поддержка с ее стороны. Куча различных идей для нашей работы. Наташу Живонину хочу поблагодарить. Очень хорошо поддерживает и морально, и информационно. Всем огромное-огромное спасибо и пожелать прежде всего здоровья. Всем участникам проекта хочу пожелать побольше настойчивости, уверенности в себе. Если мы с вами здесь, значит, Кутюбан дала нам отличный шанс. И мой вам совет, не упускайте его, держитесь за этот шанс, идите вперед, не разменивайтесь на другие проекты, не смотрите по сторонам, не слушайте недоброжелателей. У вас все обязательно получится. Берьте в себя и никогда не отказывайтесь от своей мечты. Всем огромное спасибо. Спасибо, что дождались моего выступления. Всем желаю удачи и всего самого доброго. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok